Снова сесть за парту, зайти в столовую и прогуляться по школьным коридорам сегодня удалось Алексею Цыденову. Все в рамках совещания, час образования. Однако приехал глава не поностальгировать, а поднять проблемы лицея номер 61 и пообщаться с его учениками. А куда поступать, кто желает? Есть уже поделившиеся? Может быть получить второе образование педагогическое и постараться открыть что-то подобное. Хорошая школа и хочется что-то подобное создавать, ну еще больше, чтобы было подобных мест, чтобы дети. У нас в республике очень много талантливых детей, да не только в республике, а вообще во всем мире. И хочется поддерживать и развивать. К сожалению, есть дети еще, у них нет какой-то возможности даже скорее раскрыться и хочется помочь. Но вернемся к проблемам. Одна из них – этот пристрой к зданию. Точнее, недострой, который стоит здесь с начала 90-х годов. По словам директора лицея, процент разрушения слишком большой. Порядка 600 миллионов на то, чтобы до ума довести полный дом. Вот в спортзале столовая. 600 миллионов? Да. Были такие цифры, кто он такое делал? Бурят гражданстроек по заказу города. 600 миллионов – это новая школа на 500 мест. Мы бы даже не ставим вопрос, чтобы достроить. Стоит, конечно, некрасиво. Да. Что-то с ним надо делать. Снести облагородить. Но необходимость достройки отпала, потому как открывается новая и самая большая в Бурятии школа на улице автотранспортная. Более важной задачей – повышение зарплаты учителей и создание для них комфортных условий. А зарплата как-то отличается от лица и от обычной школы? Нет. Какие? Нет. Какие? Никак не отличается. Официально? Да, повышающие. И если у нас, как говорится, лицей, заточенный на физку, то здесь должен быть повышающий профессиональный преподаватель, чтобы преподаватель лучше. Лучше должно учить лучше. Но эта проблема не находила своего решения очень долгие годы. Что с детьми, с которыми требуется повышенная подготовка, должны работать учителя более высокого уровня квалификации. Для того, чтобы поддерживать этих учителей с более высоким уровнем квалификации, им необходимо обеспечить более высокую достойную заработную плату. Поэтому по поручению Алексея Самбовича будем проводить работу по введению дополнительного коэффициента для тех педагогов, которые работают с одаренными детьми. Пока ориентировочно 20%. Основная наша задача остается прежней. Это, конечно, повышение качества образования. Но повышение качества образования невозможно без создания хорошей материальной технической базы. На что, собственно говоря, идут такие большие средства на сегодняшний день. Продолжение следует...